МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все и население, и бизнес продолжают платить. Только за декабрь прошлого года, аккурат перед отменой режима ЧАЭС, потребители по неизвестным причинам в кавычках, говорят специалисты, лишили 750 миллионов лев. А за весь нынешний отопительный сезон, то есть с декабря по март, все мы вместе взятые переплатим за природный газ еще 4,5 миллиардов лев. Почему в Молдове самые высокие тарифы в регионе? Кто на этом зарабатывает? И главное, кто за все это должен ответить? На первый вопрос ответ более чем очевидный. На потребителях Молдовы открыто наживаются. Вопрос второй. Кто наживается? Следовательно, тот и в ответе. В последнее время стали всплывать интересные для нас с вами и не очень удобные для причастных подробностей сделок со стороны государственных и частных структур, которые мы до сих пор оплачиваем с лихвой через тарифы. Очевидно, одно ответственное есть и не только лишь один. Это целая система, построенная на выгодных условиях для ее участников. И было бы уж совсем наивно полагать, что появилась она система еще в 2021 году спонтанно. А история с блокировкой поставок дешевого газа для жителей гагаузской автономии показательный пример того, насколько не хочется кое-кому вдруг потерять монополию, а главное – легализованный карт-бланш на деньги из карманов граждан. Или мы чего-то не понимаем? И это другое. Неплохо бы вспомнить, с чего все начиналось. Эта хронология важна для понимания того, что произошло на самом деле. Власти Молдовы до последнего тянулись переговорами по новому контракту с «Газпромом». Осень 2021-го, скоро начнется отопительный сезон, а контракта нет. «Газпром» идет навстречу и 1 октября продлевает старый контракт на 30 дней. При этом «Молдова ГАЗ» сообщает, что потребление превышает поставки российского газа. Есть риск энергетического кризиса. Одновременно с этим, практически в ручном пожарном режиме, правительство Молдовы пытается вести переговоры по новому контракту. 22 октября 2021 года российские СМИ со ссылкой на свои источники писали, что переговоры России и Молдовы по газу прошли безрезультатно. Цитата. «Российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной 25-процентной скидки. Единственным условием получения указанной скидки являлся возврат в течение трех лет, накопившийся за предыдущие годы за должности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов, без учета Приднестровья. Кишинев же настаивал на снижение цены в два раза ниже рыночной, а в отношении долга заявил, средств нет для его погашения. Из Москвы представители молдавского правительства, тогда вице-премьеры Владислав Кульминский и Андрей Спыну, вернулись ни с чем. Молдавской общественности подробности не раскрывали, но срыв переговора в Москве 22 октября стал основанием для введения в этот же день в стране режима ЧП на 30 суток из-за энергетического кризиса. Тогда премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что введение ЧП – это техническая процедура, необходимая для обеспечения энергетической безопасности страны и выделения денег для покупки газа из альтернативных источников. А также режим ЧП позволяет правительству закупать газ в упрощенном порядке, в том числе путем отступления от нормативных положений. Но уже 29 октября 2021 года в Санкт-Петербурге Андрей Спыну подписывает контракт с «Газпромом» на пятилетний срок. По нему Молдова начала получать газ с 1 ноября. В этом документе уже совсем другие условия. На части из них настояла именно молдавская сторона. И именно на новой формуле расчета цены, которая будет формироваться, внимание, с учетом рыночной цены нефти и газа. И второе важное условие, которого раньше в контракте не было – это транзит через территорию Украины. Бывший министр экономики Октавиан Калмык говорит, что сегодня уже ясно – формула расчета работала в кризис против граждан Молдовы. А на транзите зарабатывают операторы Украины. Там появились, несмотря на то, что согласно контракту «Газпром» обязуется поставить по тому механизму, который был согласован, газ до границы с Молдовой, появилась дополнительная оплата за транзит через территорию Украины, которые до этого не существовали в наших контрактах. Это тоже вызывает ряд вопросов, кто предложил, в каких условиях это появилось и так далее. А там мы говорим, общий бюджет этого транзита в пределах 40-45 миллионов долларов в год. Пока эксперты в недоумении разводили руками, Спыну пообещал, что все будет хорошо. Контрактом он доволен. Заявил, что цена газа для Молдовы составит 450 долларов за тысячу кубометров и далее она будет снижаться в зависимости от рыночных условий. Довольной осталась и президент Майя Санду. Газовый контракт подписан, кризис преодолен, цена поставок для Молдовы приемлемая. А дальше, как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. Несмотря на то, что энергетический кризис преодолен, есть действующий контракт с поставщиком газа, правительство Гаврилицы режим ЧАЭС не отменяет. При этом Газпрому постоянно задерживается оплата за уже поставленный газ, о чем российский поставщик регулярно напоминает властям Молдовы. На этом фоне Молдова-Газ все чаще заявляет о риске снижения объемов поставок, а правительство заявляет о газовом шантаже со стороны Москвы. Здесь следует сделать небольшое отступление. И еще раз, почему так важно напомнить последовательность тех событий, напомнить ощущение тревоги, которую испытали все наши граждане, мы с вами. В этот период с подачи власти из ее заявлений складывалось ощущение, что вот она, реальная катастрофа на пороге каждого дома. Сейчас нас отключат от газа, от света, мы снова будем готовить еду на дровах, а города погрузятся во тьму. Недавно, 21 февраля 2024 года, в публичном пространстве на условиях анонимности были опубликованы копии официальных документов, которые, как утверждает источник, доказывают мошенническую схему покупки природного газа через комиссию по чрезвычайным ситуациям, в результате которой государство лишилось примерно по разным оценкам только с 2021 года по 2022, включительно 7 миллиардов лев. Для этого искусственно нагнеталась идея технического дефицита давления газа. Согласно этим документам, как утверждает источник, вовлеченными компаниями в эту схему являются Молдова Газ, Молдова Трансгаз, Нарея, и, конечно же, до тех пор мало кому известная компания «Энергоком» и находившаяся в законсервированном полуживом виде, в статусе госпредприятия, которую комиссия ПЧС вдруг наделяет неограниченными полномочиями по закупкам газа из альтернативных источников. Альтернативные закупки природного газа были осуществлены для балансировки транспортной сети «Энергоком» и «Молдова Трансгаз». Так нам официально заявили, однако, как выяснилось позже, объем закупленного газа не был использован на заявленные технологические нужды, а был перепродан по завышенной цене. Эту цену мы оплачиваем до сих пор. Все документы датируются периодом с 18 по 21 октября 2021 года. Среди прочих, здесь же приложение по оперативному заседанию в правительстве, в котором черным по белому говорится о том, что существуют большие риски блокировки поставок газа в случае, если «Молдова Газ» без разрешения мажоритарных акционеров подпишет контракт с «Энергокомом». Мы обратились в «Молдова Газ» с просьбой прокомментировать появившиеся документы, подтвердить или опровергнуть их подлинность и ответить на несколько вопросов в этой связи. Например, действительно ли газ, закупленный по высокой цене, был впоследствии перепродан? По какой цене? Если эти документы являются подлинными, то из них может следовать, что из-за предпринятых действий, в том числе со стороны «Молдова Газ», «Молдова Трансгаз», включая «Наре», пострадали и конечные потребители, так как тариф на природный газ подскочил до 30 лев. Считают ли в «Молдова Газ», что потребителям должны быть компенсированные финансовые потери? И кто несет полную ответственность за предпринятые действия? На наш запрос компании не ответили. Тем не менее, мы готовы предоставить «Молдова Газ» право на ответную реплику. Октавян Калмык подтверждает, документы подлинные, но это лишь один эпизод из многих. Из того, что я знаю и видел в 2021 году, эти документы оригинала, то, что я могу сказать, что за поставку природного газа за октябрь, с моей точки зрения, существует неправильное израсходование бюджетных ресурсов. Да, потому что, имея на руках уже подписанный контракт с «Газпромом» о поставках природного газа, начиная с 1 ноября 2021 года, не было никакого резона отовариваться этим природным газом на международных рынках по другой цене, по завышенной цене, и физические поставки которого были уже тоже в начале ноября. А оплата была проведена в первые дни ноября. С этой точки зрения, я считаю, что там было в пределах 300 с чем-то миллионов леев, которые были взяты из госбюджета, были потрачены нерационально. По словам эксперта, в начале 2022 года, сразу после начала военных действий между Российской Федерацией и Украиной, было принято политическое решение о приостановлении поставок природного газа от «Газпрома», за исключением поставок для Приднестровского региона. В этот момент в систему решения МКЧС вводится «Энергоком», с которым «Молдова-Газ» обязали заключить договор. Но был один нюанс. Существовал риск блокировки поставок российского газа в случае, если «Молдова-Газ» заключит договор с «Энергокомом» без одобрения мажоритарных акционеров. Поэтому «Молдова-Газ» и не сделал заявку «Газпрому» на новые поставки ни в 2022, ни в 2023 году. Оставили только минимальные поставки по контракту, а это как раз 5,7 миллионов кубов в день, которые идут сейчас в Приднестровский регион. Кстати, этот газ мы берем и не оплачиваем, потому что он идет в долг оператора в Приднестровье, говорит Калмык. Здесь появляется в системе, появляется и мандатируется «Энергоком». Это было решение чрезвычайной комиссии с мая 2022 года, где им были оказаны финансовые помощи из госбюджета в пределах 2 миллиардов леев. И дополнительно был взят кредит от ИПРД в размерах 300 миллионов евро. И была разработана схема, комиссия по закупке природного газа на международном рынке. Был составлен список потенциальных поставщиков и дали по схеме. А вот и суть вопроса. Газ, закупленный «Энергокомом», внимание, независимо от его цены, продавался акционерному обществу «Молдова» газ и потом учитывался НРЭ при определении тарифов. Вот почему в 2022 году тарифы на природный газ выросли с 4 леев 65 банов за кубический метр до почти 30 леев. Помимо того, было закуплено слишком много газа. Два раза больше объема потребления. Вопрос – зачем? Общий объем потребления в январе было до 100 миллионов кубов. При этом купить 600 миллионов кубов было нелогично. При тех ценах, которые были в сезон 2022-2023 год. Следует отметить, что на тот момент мы купили газ и по 1600-1800 долларов за 1000 кубов. При том, что в тарифе НРЭ заложило 600 с копейками долларов. Естественно, появились отрицательные отклонения у оператора «Молдовый газ» и у «Энергокома». И вот этот процесс длится до сих пор. При этом, подчеркивает экс-министр экономики, крайний раз такая сомнительная сделка была осуществлена в декабре прошлого года. Последнюю такую сделку провели, ну, правительство провело, это еще в декабре 2023 года. За тот газ, который сейчас находится в хранилищах в Румынии и в Украине. Практически «Молдова-газ» сейчас, даже имея своих денег, своего желания купить газ по более низкой цене на свободном рынке, они не могут этого сделать на протяжении этого года, потому что у них есть контрактные обязательства перед «Энергокомом» купить и потратить тот газ, который находится в хранилищах. Газ этот тоже дорогой, потому что часть была закуплена и закачана на хранение еще летом 2023 года. Часть осенью, когда цены были выше. Например, до Нового года «Энергоком» продавал «Молдова-газ» по 700 долларов за 1000 кубометров. Несмотря на то, что средняя цена покупки газа, который находится в хранилищах, около 400 долларов. На каждой 1000 кубов зарабатывают 300 долларов. Да, они на этом и зарабатывают еще. В этом и суть. Если «Энергоком» получил такой мандат от правительства, почему они занимаются предпринимательской деятельностью? Это должен быть тариф регулируемый. Регулируемый правительство. Да, это не исключено, что там они должны работать в минусе. Но продавать по завышенной цене это за счет наших потребителей. Это через комиссию по чрезвычайным ситуациям. Это они прикрыли свои решения. Да, насколько у комиссии были достоверные информации для принятия такое решение, это надо еще разобраться. Октавиан Калмык подчеркивает, вся эта игра на газовом рынке стоила слишком дорого. Свыше 15 миллиардов лев. Для сравнения, специалисты сделали подсчеты и выяснилось, что разница между ценой, по которой «Энергоком» продавал газ, «Молдова-Газ» и ценами на бирже только за весь 2023 год составила свыше 200 миллионов евро. Это почти 4 миллиарда лев и только за один год. Кто ответит за хищение, подобное краже миллиарда? Таким вопросом задался экономист Вячеслав Иоаннице, рассуждая о ситуации в газовой сфере страны. Эксперт заявляет, что по его подсчету молдаване платят за голубое топливо самую высокую цену в Юго-Восточной Европе. В четыре раза выше, чем на Украине или Венгрии и на 45% выше, чем в среднем по региону. Если брать среднюю цену в регионе в 12,5 леев за кубический метр, то только за декабрь нас по неизвестным причинам лишили 750 миллионов леев. За весь отопительный сезон мы переплатим за природный газ не менее 4,5 миллиардов леев. Это если брать среднюю цену в регионе, а не то, что в таких странах, как Украина и Венгрия. Кто-то ответит за это хищение, подобное краже миллиарда. И самое страшное, что исчезли все эксперты в сфере энергетики. Абсолютная тишина. Еще интересные моменты. Вы знали, что входная цена газа в нашу газовую систему должна быть на уровне всего 6-6,5 леев за кубический метр. К этому нужно добавить транспортные затраты 50 или 60 банов за кубический метр. Ну и дальше тариф на распределительные сети в зависимости от того, где находится потребитель. Например, в Кишиневе это 4 леев за куб. Плюс 6 леев у входа. В итоге реальный тариф должен быть для всех на уровне 10 леев. Получается, что недавнее снижение тарифа на газ до 14 леев 46 банов очередная уловка. Так что игра на газовом рынке продолжается. Экс-глава правления Молдова-Газ Семен Фурдуй считает, что у Молдова-Газ во всей этой истории роль громоотвода. На данном этапе у них остались только роли громоотвода. Громоотвода всех финансовых ошибок, принятых не ими. Потому что Молдова-Газ сейчас является просто структурой, которая собирает деньги для кого-то. И структурой, которая перед кем-то будет отвечать. Почему он собирает столько денег, почему структура тарифа такая, почему структура тарифа всякая и так далее и тому подобное. Кроме того, по словам Фурдуя, Нарея, которое должно следить за корректным формированием тарифа, также вовлечено в корпоративный сговор. Иначе оно бы публично предоставляло первичные документы, в которых должны быть контракты о закупке газа с указанием цены и основанием затрат по эксплуатации сетей. Более того, он считает, что сейчас идет имитация внедрения третьего энергетического пакета, согласно которому энергетический рынок не должен быть под одним монополистом, а разделен на отдельных операторов. И вина за это, по словам Фурдуя, лежит на Молдова-Газ, который сопротивляется этим условиям. И только в прошлом году под давлением заключил с румынской компанией Вест Молтрансгаз договор на обслуживание сетей. И тот нелегальный, утверждает эксперт. Молдова-Трансгаз не имеет полномочий для заключения договора с Вест Молтрансгазом, потому что эти сети им не принадлежат. Есть акт передачи им во временное пользование этих сетей со стороны Молдова-Газ. Я думаю, что тут они просто нас опять в очередной раз обдурили на деньги. Мы платили Молдову-Трансгаз 70 лей, сейчас Вест Молтрансгаз платим 370 лей. Мне очень жаль, я сильно уважаю Румынию, но их сейчас просто подставили. Нет всех этих решений. И арест знает о том, что это сдано незаконно. Сговор между участниками рынка эксперт видит и в вопросе так называемых финансовых отклонений, на которые каждый раз ссылается Молдова-Газ при формировании тарифа на газ. Уже два года после решения то есть знаменитой решения комиссии, чрезвычайной комиссии, где обязали Молдова-Газ купить газу Энергокома. Энергоком по закону Республики Молдова просто обязана. Она не может купить газ за доллары. Она не может купить газ за евро. Правильно? Все транзакции внутри страны делаются в национальной валюты страны, где производится транзакция. То есть в молдавских леях. Если он купил Энергоком в молдавские леи, какие финансовые отклонения? Кроме того, мало кто из потребителей знает, что в тарифе на газ заложены расходы на Ре. Например, в этом году бюджет на Ре предусматривает доходы в размере около 139 миллионов леев и расходы в размере более 144 миллионов леев с дефицитом более 5 миллионов 300 тысяч леев. Размер регулирующего сбора установлен на уровне 0,18% для всех секторов. Именно эти расходы являются частью конечной цены, которую оплачивают потребители, как бытовые, так и юридические. Также, по словам Семена Фурдуя, власти намеренно вводят в заблуждение общественности в вопросе долго перед Газпромом. У нас в 2014 году в парламенте была еще создана комиссия по рассмотрению работы Молдова ГАЗа мне кажется за последние 8 лет. Я был в составе этой комиссии, я был заместителем председателя этой комиссии. Мы заслушивали десятки раз Гусева, председателя управления, он нам предоставлял документы. Я четко вам скажу, что я готов подтвердить 409 миллионов точно, что у нас есть. Это на тот момент. Наличие долгов подтверждает и Октавиан Калмык, по словам которого Молдова ГАЗ располагает всеми первичными документами и актами сверки с Газпромом, доказывающие историческую задолженность в размере более 400 миллионов долларов и штрафных санкций по ней в размере более 300 миллионов долларов. А то, что аудит, проведенный по заказу правительства и непризнанный Газпромом, якобы обнаружил отсутствие подтверждающих документов, не решает саму проблему. Кстати, за аудит тоже заплатили граждане Молдовы. То есть, мы с вами 1 миллион 150 тысяч евро. Семен Фурдуй опасается, что в скором времени Молдова и вовсе может лишиться энергетического рынка. По его словам, за всеми сделками по ГАЗу стоят не только молдавские власти и руководители отраслевых структур, но и иностранные советники. Он не случайно обратил внимание на то, что в публичном пространстве с полгода назад прошла незамеченная новость о том, что компания Энергоком скупила акции, которые выпустило правительство. И теперь она является акционерным обществом. И вы представьте себе такую, а я знаю точно, что это у кого-то в голове это есть, у того же консилера, который сидит в Энергокоме польского, что придет в один прекрасный день и скажет, ребята, дайте деньги. Денег нет, не проблем, дайте акции. Дайте акции. Они возьмут эти акции и они приватизируют весь наш энергетический комплекс. Эксперт также подчеркивает, все сделки в Энергокоме проводятся под контролем Европейского банка реконструкции и развития. Аналогичную схему планируют внедрить и на термоэлектрике. Красноречивым примером того, как работает в Молдове энергетический рынок, является война, развязанная против компании Нордфурнизари-Сырэлия. В данном случае, считает Эктавиан Калмык, благодаря тандему между Молдово-Газ и властями, лицензия на поставку природного газа этой компании была приостановлена. А за беспрепятственной регистрацией в реестре операторов рынка природного газа на Ре начались лютые проверки со стороны регулирующих и юридических органов, блокировка счетов и прекращение любых договорных отношений с коммерческими банками страны по решению СИП. Сложности у компании начались именно с публичного призыва главы Молдова-Газ Вадима Чабана непримерно проверить деятельность компании. А потом события развивались как по писанному сценарию жалоба, приостановка лицензии, суд. Но 5 февраля 2024 года Нордфурнизари суд выиграла, который признал, что у Наре не было никаких оснований для решения о приостановке лицензии 22 декабря 2023 года. Напомним, на основании контракта с турецкими и европейскими партнерами эта компания планировала поставлять газ в Гагаузскую автономию, Аргеевские, Тараклийские районы по тарифу для потребителей всего в 10 лев. Но с другой стороны как бы окончательное или решение вступит в окончательную силу спустя 30 дней. То есть 5 февраля плюс 30 дней 6 марта вступает в окончательную силу это решение. И даже если оно не будет обжаловано, как бы в зимний период мы упустили. Мы имеем на сегодняшний день больше 6800 заявлений по республике от физических и юридических лиц. А 17 января этого года Нортфурнизаре Сырле прошла процедуру перерегистрации и в решении суда от 5 февраля указано отмены решения Норре и в отношении прежней лицензии которую отобрали и в отношении новой лицензии которая действительно на момент вынесения решения. Но как подчеркнул Александр Гроссу вся эта история с отменой лицензии была затеяна именно на весь отопительный сезон что лишний раз доказывает преднамеренность действий. Лицензию приостановили на основании жалобы той самой румынской Вест Молтрансгаз в которой утверждалось что Нортфурнизаре якобы изъяло из системы 19 кубов газа. На самом деле Вест Молтрансгаз не имеет никакой технической возможности констатировать. Я так думаю что эта подача жалобы была очень хорошо с представителями Кишиневого газа и Молдавого газа. 15 кубов газа это такой большой прежудичь. Если перевести в денежное выражение это не больше чем 300 лей. Вы все понимали что на 19 декабря газ находился в подземных хранилищах Украины и через Алексеевку через Ковшан неважно через какие пункты он должен был войти в газовую систему Республики Молдава. И почему эти даты совпадают то есть 19 числа мы уведомили Вест Молтрансгаз что мы как бы готовы и через день два появляются это жалобы я не верю в совпадение. А национальное агентство по регулированию в энергетике по мнению Александра Гроссу в этой схеме было использовано как карательный орган в отступление от установленных законом для этого регулирующего органа полномочий с одной целью. К сожалению НРЭ было использовано как карательный орган скажем так да как государственный орган который вынес такое решение и это решение мы напрямую связываем только с тем чтобы не дать нам возможность то есть компания с РЛНорд газ в Урнезаре поставлять этим физическим лицам будь то 6800 человек будь то 30 человек или 29 человек которые начали процедуру смены посылщика газ по той цене по которой мы заявили потому что и в тот период и в нынешний период цены которые получают конечные потребители от Молдова газ и от филиалов Молдова газ они не соответствуют реальным биржевым ценам то есть мы говорим о цене которая практически в два раза дороже чем реальные рыночные стоимости судите сами если на сегодняшний день биржевые цены снизились до 300 долларов а Энергоком продавал АО Молдова газ до недавних пор по 750 долларов а с 28 декабря 2023 года по 550 то выходим на разницу в 250 долларов за 1000 губометров ежесуточно в чьих карманах она оседает по мнению Гроссу чтобы прикрыть и сохраниться в схемах власти заявляют что тариф 10 лев нереальный так как сопутствующие расходы существенные в том числе цена на транспортировку большая а большая цена это какая если ты покупаешь по 6 лей добавляешь допустим 2-3 лея и плюс еще транспортировка вес молотрансгаза да надо спросить вес молотрансгаза почему с момента как они значит приняли эти сети к себе они подняли практически в 10 раз тариф за транспортировку и буквально недавно они обратились в НРЭ с просьбой поднять еще раз невозможно продавать от энергокома молдовый газ по цене которые иногда на 50-60-70% дороже биржевой стоимости такое просто в нормальной стране такое невозможно по словам директора Нортфурнизари было оказано давление и на международных партнеров по контракту да, были достаточно серьезные вопросы и достаточно серьезные препоны со стороны государственных компаний Украины по заключению с нами договора исходя из моей неофициально полученной информации эти преграды и препоны были с украинской стороны по желанию молдавской стороны из-за блокировки контракта со стороны молдавских властей турецкий и немецкий партнеры Нортфурнизари несут большие убытки на сегодняшний день уже потрачено более 4,5 миллионов евро а именно 3,5 миллиона евро на финансовую гарантию торговых операций на европейском газовом рынке еще полмиллиона евро на оплату покупки природного газа и его транспортировку в национальную газовую систему кроме того добавьте к этому еще полмиллиона евро на операционные расходы в период 2023-2024 года включая суды а какой тогда либерализации рынка в соответствии с третьим европейским энергетическим пакетом может идти речь в таких условиях в которых одним не дают работать другим предоставляют преференциальные условия например зарубежной энергетической компании директор которой был советником правительства молдовы и которая консультировала энергоком по закупкам газа за счет кредита европейского банка реконструкции и развития именно в отопительный сезон 2022 года эта же компания в 23-м году выиграла тендер проведенный энергокомом став одним из основных поставщиков дорогого газа в молдову речь о компании евро групп энергетические ресурсы украины руководителем которой являлся Вильям Кополс то что компания участвовала в тендерах признал министр энергетики Виктор Парликов ну как признал скорее попытался сделать вид что вообще не в курсе что за советник и кем приходится в компании поставщике номер один в Молдове господин Кополс участвовала в тендерах ну хорошо во первых это не его компания насколько я понял там есть другие инвесторы он менеджер в этой компании или уже бывшей не знаю как сейчас они поставили в этом году намного меньше в процентном соотношении по сравнению с предыдущим периодом больше было поставок из других источников из Греции и других источников также напомним как еще в июне 2023 года в эфире программы Кутия Ниагра на канале ТВ8 бывший нынешний министр инфраструктуры Андрей Спыну подтвердил что с января по май 2023 года треть объема природного газа а это 33,2% Молдова закупила у компании Eurogroup Деньги из кредита на закупку природного газа Европейский банк реконструкции и развития не выделял правительству Гаврилицы а курировал тендеры после чего перечислял средства напрямую на счета компании победителю то есть и Eurogroup в том числе получается на конфликт интересов и извлечение выгоды из влияния просто закрыли глаза тем более если эту компанию порекомендовала сама Европейская комиссия Кополс был приглашен ЕС он консультировал министерство он участвовал вместе с компанией Expert Group в проекте финансирования энергетической устойчивости от имени правительства Нидерландов ЕС привлек Кополса на ранних стадиях прямо в октябре 2021 года тогда из Украины была привлечена компания Кополса которая работала с нафтогазом также по рекомендации Европейской комиссии чтобы помочь нам в этот короткий период купить небольшое количество газа Комиссии Европейной чтобы нам помогать в этот короткий период купить небольшое спину заверил что несмотря на то что Евро выиграла тендер сам Вилем Кополс не участвовал в тендерах Европейского банка реконструкции и развития а тендеры были организованы закона и была выбрана компания предложившая самую низкую цену на газ что такое самая низкая цена по версии спину уже известно именно в тот период с декабря 2022 года Молдова закупала газ из альтернативных Газпромоисточников в среднем по цене в одну тысячу и более долларов за тысячу кубометров А вы заметили или нет смену тренда в последний месяц в правительстве снова заговорили о возобновлении поставок газа от Газпрома для права берега Днестра чуть ли не с мая месяца конечно при условии если Газпром предложит дешевый газ но итог под вопросами может быть или не может на днях подвел глава делегации ЕС Молдови Янис Мажейкс он сказал буквально следующее с учетом перевода конечно закупка Молдовы газа у Газпрома лишь потому что он дешевле недостаточный аргумент и мы все время должны быть способны видеть и другие элементы стоимости как политическую например по сути он признал что власти Молдовы подконтрольные и именно политическая составляющая и не только в газовом вопросе будет всегда превалировать до тех пор пока это выгодно невзирая на то что это вредит всем гражданам Молдовы и ее экономическим агентам без исключения вот такая получается селекция но видимо это другое м м Субтитры создавал DimaTorzok